Эфир телеканала Ноябрьск 24 продолжает новости. Здравствуйте. Итак, в регионе потеплело и, как сообщает пресс-служба МЧС Ямала, ситуация на посту ДПС Карамовский стабилизировалась. Сейчас там находятся автомобили, водители которых останавливаются для того, чтобы отдохнуть или покушать в кафе. Никаких затруднений в движении нет. В пункт обогрева за помощью никто не обращается, тем не менее дежурят там спасатели, пожарные и фельдшер скорой помощи. Экстремальные морозы отступают, и муниципальный транспорт возвращается к обычному графику работы. Возобновляется загородное сообщение, в том числе рейс Ноябрьск-Венгапуровский. Автобусы выходят на маршрут согласно расписанию. Сегодня они начали курсировать с 10 утра от Ноябрьского автовокзала, а уже завтра транспорт будет отправляться в 5.45. Не выдержали низких температур и сети водоснабжения. Три дома остались без горячей воды, виной тому порыв на коммунальных сетях. Магистраль прорвала утром у дома 129 по Шевченко. Большой разлив горячей воды несет потенциальную опасность жизни и здоровью людей, потому к устранению аварии приступили сразу, невзирая на погодные условия. Устраняется сейчас еще один порыв теперь уже на Шевченко 72. Что касается аварий на изыскателе 32, то здесь решением проблемы начнут заниматься только тогда, когда погода немного сжалится. Чтобы проводить работы, там нужно отключать от ресурсов сразу несколько домов. Низкая температура наружного воздуха, это самое главное, потому что даже техника не выдерживает. Ну, понимаете, трудимся. Люди выдерживают, да. Ну, здесь просто нельзя было дальше теплять, потому что угроза большая, вы видите, да, разлив большой пришлось сделать, и все. А так везде терпим, там, где можно, терпим. А между тем, уже в субботу ожидается около 15-17 градусов со знаком минус. В воскресенье и вовсе около 10. Однако, по словам врачей, такой резкий спад может спровоцировать ухудшение самочувствия у горожан, особенно у метеозависимых. Могут проявиться такие симптомы, как головная боль, слабость, повышение артериального давления и в некоторых случаях даже тошнота. Ну, что мы можем им бы рекомендовать? Продолжать назначенное лечение врачом, не игнорировать его и также переждать это, скажем так, непростое для них время. Теплая погода продержится всего неделю. Уже 30 декабря термометры вновь покажут минус 30, а в новогоднюю ночь и вовсе показатели опустятся до минус 40. Сейчас в больницах Ямала усилен противоэпидемический режим. Причина та же. Жители региона все еще болеют ОРВИ и гриппом. Говорить о том, что показатели заболеваемости снижаются пока рано. Так, за последнюю неделю диагноз ОРВИ поставили 9 тысячам человек. Это на 18% больше, чем неделей ранее. Медики настоятельно рекомендуют при первых же симптомах ОРВИ вызывать врача на дом и не посещать поликлиники, не сидеть в очередях. Обязательно носить защитные маски и менять их каждые 4 часа. Не стоит забывать и о проветривании помещения, а также о влажной уборке. Наибольший эффект лечения достигается при раннем применении противовирусных препаратов, но назначить их должен врач. Даже при легкой простуде первым-наперво врачи прописывают постельный режим, но, несмотря на это, большинство россиян болезнь переносят на ногах. Аналитики портала Headhunter выяснили, что предпочтут сотрудники российских компаний во время болезни остаться дома или все-таки пойти на работу. Согласно результатам исследования, а в нем приняли участие более 3 тысяч человек, половина опрошенных примет лекарство и в любом случае отправится на работу. Еще 23% останутся лечиться дома, но при этом будут работать удаленно. 18% возьмут отгул на несколько дней и только 9% откроют полноценные больничные. Что интересно, в ходе опроса также выяснилось, чаще других с кашлем и насморком на работу идут те, кто непосредственно работает с людьми – сотрудники гостиниц, кафе и ресторанов. В 2016 году в диспетчерскую «Ямалспаса» поступило 306 вызовов, но один из них запомнился даже специалистам со стажем. Летом этого года спасатели и медики боролись за руку двухлетней девочки, которая попала в электрическую мясорубку. Новый год – время подведения итогов. О том, как сейчас себя чувствует Ангелина, узнала Ирина Акопян. Сегодня двухлетняя Ангелина на процедуре у доктора ведет себя бесстрашно. Сиди пока, сейчас тетя придет. Ждешь? Но встреча с медиками не была такой радужной 9 июня 2016-го. Тогда Ангелина помогала бабушке готовить. Женщина упустила ребенка из виду на секунду. Но этого было достаточно, чтобы рука девочки попала в электрическую мясорубку. Мы туда долетели за 6 минут. Нас встречали родственники. Пришли, зашли на вызов. Ребенок уже определили, увидели, что в тяжелом состоянии. Это интервью записано на следующий день после случившегося. Но слышно, как Алина Большакова не может справиться с волнением. В той бригаде были и водители Юрий Рузанов и фельдшер Светлана Русанова. На скорой она уже 15 лет. Но увиденное в тот день помнит до сих пор. Детский травматизм, детская смертность. К ним никогда не привыкнешь. Никогда. Это все очень тяжело. Эмоционально. Даже тут здесь не объяснишь. Тогда было не до эмоций. Малышку нужно было оперативно доставить в центральную городскую больницу. Всю дорогу от дома Ангелина провела на руках дяди Александра Фронтовского. Он в тот день решил заглянуть к родителям в гости совершенно случайно. Но очень вовремя. Смотрю, что родители пытались выключить мясорубку с этого, с кнопки. Ну и смотрю, что не получается, выйдем, может, с розетки. Все, сразу разобрал мясорубку с отцом. Вот начали смотреть, что и увидели пальчики. Мянется, получается, где ножа. Все, я ее сразу взял на руки. Ну и держал на руках с мясорубкой. Ну, успокаивал, как мог. До этого случая Александр первую помощь не оказывал. Но, по словам медиков, его действия помогли снизить последствия травматического шока у ребенка и облегчить работу спасателей, которые прямо в ЦГБ распиливали эту злосчастную мясорубку. Мы еще в дороге, когда узнали случай, уже в возможной ситуации уже проговорили, что будем делать, как будем делать. Подобные операции спасатели Марат Давлетбаев и Рустам Якупов отрабатывают и на учениях, и на выездах. Знания и опыт помогли извлечь руку за минуты, которые тогда никто не считал. Я не могу точно сказать. Для меня длилось долго, но так вроде как быстро. После уже врачи-травматологи-ортопеды Александр Макаров и Александр Герасименко собирали руку малышке. В прямом смысле по кусочкам. С технической стороны сложнее делать детям из-за того, что структуры меньше, заметно меньше. И поэтому требуют инструмента, оптики, то есть подходов с применением, скажем так, высокотехнологических методов. Три часа хирурги провели в операционной, но и после борьбу за ручку ребенка продолжили. Несмотря на то, что в процессе лечения возникали все новые сюрпризы. Были повреждения механические и плюс термические. То есть кожа была повреждена не только механическим аппаратом, но еще и высокой температурой. Поэтому боролись с некрозом кожи вследствие механического повреждения, вследствие ожога. Поэтому было совсем непросто. Здравствуйте. Ну что, как дела ваши? Ничего, потихонечку. Потихонечку всем миром руку удалось спасти. Рукой играет в принципе. То есть для нее это как будто бы не помеха. Я смотрю, ну то есть она не думает, что у нее что-то с ручкой. Она полноценно дома играется, пытается что-то делать. Даже, ну, держим кисточки этой рукой. Ангелина вместе с мамой проходит реабилитацию и ждут операции в Федеральном центре Санкт-Петербурга в марте уже нового года. Малышке нужно сшить сухожилие, они отвечают за подвижность пальцев, а после избавиться от шрамов. Еще пару лет эта история будет иметь свое продолжение, но специалисты уверены на 90%, что у нее будет счастливый финал. Во многом благодаря работе каждого человека, кто семь месяцев назад не растерялся, сделал для этого все возможное. Ирина Копьян, Александр Паханов, Виталий Харченко, Сергей Павлов. Ноябрьск-24. Пойдем. Большой семье, большой дом. Так ли это? В редакцию телеканала «Ноябрьск-24» обратилась за помощью семья, к тому же еще и особенная. Почти все ее члены имеют инвалидность. Есть ли у людей шанс на улучшение жилищных условий, узнавала наша съемочная группа. Здесь спят старшие в руки. Здесь спит дочь. Здесь на полу спит зять. В этой квартире не то, чтобы спать негде, толком не развернуться. Татьяна даже смеется, если кто придет в гости, не разойтись. На 30 квадратных метрах живут 6 человек. Татьяна – мама, бабушка и проводник своих родных «Мир звука». Почти все они слабослышащие. Эту квартиру дочь Ирина получила 6 лет назад. Точнее, купила на средства, выделенные ей как инвалиду. 700 тысяч рублей хватило только на однушку в деревяшке. А тем временем семья росла. И самостоятельно решить жилищный вопрос тогда, да и сейчас, им не под силу. В 2015 году мы решили, что семья пополняется. И люди подсказали, что обратиться, встать на очередь по молодой семье. На что нам в 2016 году пришел отказ. Так как моя дочь уже имела выплату, то ей, значит, уже не положено. Это решение даже пытались оспорить. Но суд остался непреклонен. Претендовать на жилье по молодой семье получателя госсубсидий не вправе. Зато, как говорят в городском департаменте по имуществу, есть другие подходящие программы. К примеру, можно встать в очередь на получение жилья для малоимущих граждан. Жилые помещения у нас по договору социального найма предоставляются гражданам, которые состоят в списках, как нуждающиеся. То есть доход человека на сегодняшний день не должен превышать на одного человека 15 953 рубля. Плюс у него должна быть нуждаемость не более 15 квадратных метров на каждого члена семьи. В неочередное право получения жилплощади имеют люди с тяжелыми и хроническими заболеваниями. И в этот перечень диагнозов нарушения слуха не входят. А вот в первоочередном порядке семья может претендовать на получение земли по программе для многодетных. К тому же у родителей, которые воспитывают детей инвалидов, есть альтернатива взять социальную выплату взамен земельный соток. Размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из количества членов семьи. Сумма социальной выплаты на семью в 5 человек где-то ориентировочно составляет 1 200 000. Но чтобы стать обладателями заветных квадратных метров, придется подождать. Желающие даже в списке первоочередников уже 300 семей. Юлия Морева, Анатолий Присич, Сергей Павлов, Ноябрьск, 24. Западный, Светлый и Арктика. У новых микрорайонов появятся новые имена. Сейчас они имеют буквенное обозначение П-7, П-7А и П-8. Чтобы переименовать микрорайоны, администрации был проведен конкурс среди жителей города, а затем интернет-голосование. И вот итоги подведены. Свой выбор сделали более 500 человек. Больше всего голосов жители города отдали за название Западный. Оно будет присвоено микрорайону П-8. Второе место у Арктики на третьем – Светлый. Этими именами назовут микрорайон П-7 и П-7А соответственно. К вводу в эксплуатацию первых домов, то, что планируется на следующей неделе, новые дома уже будут идти с новыми названиями микрорайонов. Заселение людей планируется летом-усенью следующего года. В Ноябрьске вновь набирают обороты псевдориэлторы. Клиенты новые, а вот схемы выманивания денег остаются прежними. Внешне привлекательные квартиры предлагают снять по заманчивым ценам, но прежде чем посмотреть понравившиеся апартаменты, с потенциальных арендаторов просят предоплату. Такие сделки с юридической точки зрения вполне законны, хотя по факту не несут никаких гарантий. Подробности в следующем материале выпуска. Ну, это та самая квартира, которая была найдена. Просторная однокомнатная квартира с евроремонтом. Мебель, бытовая техника в наличии. Заселиться можно и с животными, и с детьми. Аренда жилья без комиссии. Ежемесячная плата за эти удобства смешная, каких-то 5 тысяч рублей. Сергей увидел такое заманчивое объявление в сети интернет и не смог удержаться, чтобы не позвонить. Крупку взяла молодая девушка, представилась собственником квартиры. Назвала мне адрес, куда подъехать. Я подъехал по адресу. Квартиру мне не сказали. Сказала, что когда будешь по месту, я назову тебе квартиру. Я приехал по месту, она мне сказала, что перезвонит. Продождал где-то полчаса. На что она мне потом сказала, что внесите типа предоплату. Сначала деньги, только потом осмотр жилья. После того, как сумма поступит на счет, девушка обещала написать номер квартиры. Парень отправился к банкомату, чтобы перевести деньги. Но в последний момент передумал. Настойчивые звонки сначала якобы от собственника, а затем уже от агентства недвижимости. На этом не закончились. Уговоры продолжались в течение нескольких недель. Пытаются обмануть всячески. Пытаются заполучить от нас 5000 рублей. То есть предоплату за риэлторские услуги. Стандартная схема. После чего, конечно, ни квартиры, ни человека, который нам ее покажет, не будет. На крючок таких риэлторов в этом году попались 6 ноябрьцев. И это только те, кто обратился в полицию. Жертв привлекают красивые картинки и низкая цена за квадратные метры. Директор одного из ноябрьских агентств недвижимости Татьяна Шестакова с первого взгляда определяет, что 90% таких предложений вообще не соответствуют действительности. Ну вот смотрим объявление. Квартира находится по адресу Мира 86. Мира 86 это у нас киевский проект. Если квартира находится на, как тут описывается, на третьем этаже, то они стандартные идут у нас площадью 34-35 квадратов. Не более того. Здесь площадь указана 41 квадрат. Площадь кухни вообще 13. Это заоблачная площадь для такой квартиры. Подобная ситуация на рынке недвижимости происходила два года назад. Тогда десятки ноябрьцев остались и без денег, и без крыши над головой. И вновь дежавю. Орудуют риэлторы, которые путаются не только в улицах и ценах, но даже не могут назвать адрес своей же компании. Девушка, вот вы сказали, что вы работаете дистанционно, и гарантии ваши – это договор, который мы с вами должны заключить. А скажите, пожалуйста, а где мы его будем заключать, если вы находитесь не в ноябрьске? Договор вам отправляется в электронном виде для ознакомления. То есть на нашем официальном сайте вы можете перейти по ссылке и ознакомиться. Между тем, с юридической точки зрения претензий к таким агентствам быть не может. Соглашение, которое в конечном счете предлагают заключить, является договором лишь на предоставление информационной услуги. По сути, клиенту в течение 30 дней высылают 60 смс с контактами якобы собственников недвижимости. При этом достоверность данных, да и качество услуг никто не гарантирует. Данный договор, он фактически законный, но любая из сторон должна сама самостоятельно принять для себя решение, необходима ли бы данная услуга. В данном случае никаких гарантий о том, что эта услуга будет фактически до конца оказана, я не вижу. Псевдориэлторы работают, как правило, в других городах. Это фирма-однодневки, которая действует под разными вывесками. Поэтому найти их, а тем более вернуть деньги, практически невозможно. Шанс найти деньги минимален, потому что, во-первых, нужно сначала установить преступников. Если человек в другом субъекте находится, и мы, допустим, здесь, в Ноябрьске, то есть уже, даже с учетом дороги, будет затратно, если человек заплатил 5000 и ездить ему на какие-то там мероприятия проводить. Но в основном люди потом отказываются даже от судебных разбирательств. Чтобы не нарваться на недобросовестных риэлторов и в конечном счете не выкинуть деньги на ветер, следует соблюдать несколько правил. Во-первых, проверять подлинность сотрудника и агентства недвижимости, с которым вы намерены заключить договор. Во-вторых, всегда помнить, что сначала необходимо получить товар и только после его оплатить. Елена Жаркова, Сергей Маландий, Наиль Нафиков, Ноябрьск-24. В Ноябрьском колледже профессиональных информационных технологий наградили студентов, тех, кто отличился во втором региональном чемпионате среди рабочих профессий WorldSkills. Напомню, что в Ноябрьске соревнования проходили с 21 по 24 ноября. Затем эстафету приняли другие города. Финишировал конкурс в Новом Уренгое 16 декабря. Испытания проходили всего по 18 направлениям, в которых ноябрьцы завоевали 16 медалей, 8 из них – золотые. Таким образом, наши студенты заняли первое место в общем зачете. Особо отметился Родион Чижов, студент Ноябрьского колледжа. Из более чем 130 участников он набрал наибольшее количество баллов на чемпионате. Я как бы не испугался на самом деле конкурсного задания, ну так как все возможно сделать, если захотеть. А так задание было даже с программируемым гриле, то есть мало кто даже сможет собрать на производство, уже кто работает. Поэтому на самом деле было трудновато, но в себя верил и не сдавался до последнего. Дальше конкурсантов ждет подготовка к отборочным соревнованиям, которое пройдет в разных частях России, это странах России. Поварской, кондитерской уже точно поедут в Якутию. Электромонтажная работа – это Московская область. И вот по всем компетенциям будут у нас в разных городах отборочные соревнования. И на этом у меня все. Всего доброго и до встречи.